Добрый вечер коллеги-партнеры, добрый вечер те люди, которые впервые присутствуют в нашем вебинаре, если таковые сегодня имеются. У нас с вами сегодня понедельник, 17 часов по московскому времени, это время начала презентации компании Skyway Capital, вебинара, на котором мы рассказываем, знакомим наших потенциальных партнеров и тех, кто недавно начал с нами сотрудничать, об инновационной транспортной системе под названием Skyway и возможности стать совладельцем данной технологии, инновационной транспортной технологии и возможности инвестирования в наш проект. То есть, по сути дела, наш вебинар будет состоять из двух частей, но прежде чем его начать, я хотел бы от вас услышать или точнее увидеть следующее. Если меня хорошо видно, слышно, если вы видите слайд нашей презентации, просто поставьте плюсики в нашем чате. Если у вас есть какие-то проблемы с тем, что я сейчас перечислил, то я вам предлагаю просто выйти из вебинарной комнаты, перезагрузиться по новой. Если будут какие-то сложности, соответственно, просто-напросто поменять браузер, благодаря которому вы находитесь у нас сегодня в вебинарной комнате. Итак, друзья, технология под названием Skyway – это инновационная транспортная система. И наш вебинар построен по такой схеме, что мы в конце будем, точнее во второй части будем говорить об инвестициях, соответственно, для кого данный вебинар предназначен. В первую очередь для людей, которые, скажем так, неравнодушны к такой тематике, как создание источника постоянного дохода, пассивного дохода, тех, кто хотел бы создать свой собственный бизнес, для тех людей, которые хотели обеспечить финансовое будущее беззаботно и для себя самих, своих детей и потомков. И для тех, наверное, кто не является равнодушным, и проблемы, которые сегодня существуют, например, в экологии, они его тоже волнуют. И для тех людей, кто задумывается над тем, чтобы передать нашу планету будущим поколениям. То есть информация будет до нас сжата кратко, я постараюсь уложиться в ближайшие там где-то 35-40 минут, в течение которых мы с вами кратко поговорим о технологии, которую мы продвигаем на рынок, да, и мы сегодня очень близки, чтобы она была реализована, об этом мы с вами тоже сегодня поговорим. У нас большое количество новостей, фактически, каждую неделю. И поговорим о возможности стать владельцем технологии путем приобретения долей компании, стать инвестором нашего проекта. Итак, друзья, мы с вами говорим об инновационной транспортной технологии под названием SkyWay, и эта технология, скажем так, на 98% затрагивает транспортную отрасль. То есть транспорт – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Транспортные системы, которые мы на сегодняшний день используем с вами ежедневно, это автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный транспорт, они далеки от совершенства, об этом говорит в ролике наш генеральный конструктор и руководитель проекта Анатолий Дорочеминский. И действительно, те транспортные системы, которые мы с вами сегодня видим, в них есть целый ряд преимуществ по отношению друг к другу, но есть огромное количество проблем. Но первое, наверное, на что стоит обратить внимание, действительно, это проблемы с экологией, потому что все транспортные средства осуществляют какое-то количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Это и непереработанное топливо, скажем так, и выхлопные газы, которые образуются в процессе переработки того же самого топлива, то есть тонны отравляющих веществ, можно так их назвать, замедленного действия, которые, скажем так, накапливаются в почвах, накапливаются в воздухе, в воде, которую мы с вами пьем, в пище, которую мы потом дальше потребляем с вами. Все это в дальнейшем сказывается на чем? На нашем с вами здоровье. И действительно, если мы проследим статистику, которую дают, как правило, Минздрава целого ряда стран и Всемирная организация здравоохранения, за последние 100 лет появилось огромное количество заболеваний, которых люди еще там 100-150 лет назад и не слышали. И причина здесь простая – индустриализация нашей с вами жизни. То есть та индустрия, которую мы развиваем, она же нас с вами отравляет. Второе – транспорт, которые, транспортные системы, которые создавались с человечеством, да, они были признаны для того, чтобы сделать нас максимально мобильными, чтобы мы не тратили время, но, к сожалению, опять же, что происходит у нас с вами, ну, по целому ряду причин, например, даже если мы возьмем самый быстрый транспорт, самолет, и мы тратим часами, порой, скажем так, простая очередя по времени регистрации, не взирая на то, что мы могли купить билет по интернету. И что еще хотелось бы отметить, да, вот если мы говорим по поводу мобильности и, скажем так, по сути дела, ежеминутной доступности транспорта, то есть такие вещи, как погодные явления. И мы с вами, наверное, вот после Нового года видели огромное количество новостей, в которых говорится, что в той части земного шара, да, произошли целый ряд природных явлений, благодаря которым весь транспорт стал. В этой части земного шара, в России, не в России, вот недавно передавали Америку, да, где отменено огромное количество авиарейсов, где, скажем так, автомобили не ходят, железная дорога тоже встала и так далее, и так далее, и так далее. Транспорт же, о котором мы будем говорить, он относится к категории всепогодных. Вот вы сейчас удивитесь немножко, но тем не менее, в процессе нашего вебинара вы поймете, почему это именно так. Далее, все транспортные системы, которые мы с вами используем сегодня, их нельзя назвать абсолютно безопасными. То есть все из них, скажем так, потенциально опасны для человека, наиболее опасным по статистике на сегодня является автомобильный транспорт. То есть за год в среднем погибает более миллиона человек, в среднем там, как я сказал, когда-то меньше, когда-то больше миллиона человек в год, в различных авариях, автокатастрофах. Ну и, конечно же, очень важный момент, что все технологии, которые мы используем, транспорт, который у нас позволяет нам перемещаться по планете и перевозить грузы, он с каждым годом почему-то дорожает. Опять-таки мы видим здесь на слайде у нас, что нарисовано, как человек заправляет автомобиль. Даже в те моменты, когда стоимость нефти, например, снижается, то оказание транспортных услуг почему-то, скажем так, растет в цене. И, в принципе, вот опять же в той же Москве и Московской области мы наблюдаем с начала 2019 года. Ненамного, скажем так, ну вот возьмем пригородный транспорт электрички, да, которым мне приходится каждое утро и каждый вечер отправляться там, скажем так, из дома на работу и с работы домой. Ненамного, но стоимость зоны на рубль повысилась. Соответственно, скажем так, если чеки и три зоны, на три рубля приходится платить больше. Это так вроде бы немножко, но тем не менее это происходит с определенной периодичностью и стоимость проезда становится дороже и дороже. То же самое касается перевозки грузов. Что очень важно, друзья, то есть та ситуация, о которой я вам сказал, ухудшение экологии, там, поднятие, скажем так, стоимости проезда незначительно, оно поначалу вроде бы незаметно, да, вот так, чтобы резко все это происходило и прочее. Все это имеет эффект накопления, да. Но готовы ли мы с вами дальше терять время, деньги, наше собственное здоровье, да, или все-таки настало время что-то поменять в нашей с вами жизни, поменять, например, в той же сфере транспорта, да, для того, чтобы, скажем так, и передать планету, как я уже говорил, будущим поколениям, ну и чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, чтобы транспорт стал комфортным, высокоскоростным, безопасным, да, и по цене значительно меньше, чем то, что мы платим на сегодняшний день. То есть надо ли мы что-то менять или нет, поставьте плюсики, я плюсики пойму, скажем так, приму за то, что пришла пора что-то кардинально менять в нашей с вами жизни. Потому что действительно, вы видели на предыдущем слайде человек, который шел в противогазе, недалек тот день, если мы ничего не поменяем, что мы будем перемещаться по поверхности нашей планеты, именно так. Хорошо, если только в противогазе, а так мы можем еще перемещаться, скажем так, в общегоисковых защитных комплектах там и так далее, и так далее, и так далее. Потому что окружающая среда будет просто агрессивна по отношению к человеческому организму, для того, что транспорт, который мы используем, и скажем так, те виды промышленности, заводы, фабрики и так далее, которые выбрасывают огромное количество отравляющих веществ в атмосферу, приведут к тому, что на нашей планете будет невозможно дышать, просто так, потреблять чистую воду, да, и то, что, скажем, на этой планете будет расти, невозможно будет употреблять в пищу. Проблемы транспортной отрасли, проблемы, скажем, того, что транспорт действительно не является современным, не отвечает на те вызовы человечества, которые мы сегодня имеем, на них обратил еще в молодом возрасте наш генеральный конструктор Анатолий Дарвич Веницкий. Если говорить о его регалиях, вкратце, да, то он является автором струнных технологий, он за время разработки своей технологии дважды руководил проектами организации обменных наций, то есть были выделены два тендера на, два гранта на развитие данной технологии. В 80-е годы прошлого столетия он стал членом космонавтики СССР, у него более 150 изобретений, более 200 научных работ, 20 монографий с большим количеством материала, касаемо непосредственно Анатолия Дарвича Веницкого, это видеоматериалы, это его работы, скажем так, научная работа, это заключение, скажем так, экспертных комиссий целого ряда государственных структур, которые имеют прямое отношение к транспорту, вы можете прочитать на сайте www.unitsky.com. То есть там есть вплоть до того, что до заключенных договоров о строительстве дорог в начале нашего тысячелетия в целом ряде регионов Российской Федерации по технологии SkyWay. Итак, друзья, действительно, если мы рассмотрим еще одну ситуацию, да, вот когда-то транспорт по поверхности нашей планеты и скорость передачи информации были одинаковы. Сегодня скорость передачи информации у нас происходит за какие-то доли секунд, то есть мы можем узнавать о новостях, о том, что произошло в какой-то точке земного шара буквально через несколько минут, и мы об этом знаем посредством того же интернета и так далее, и так далее. Транспорт же, по сути дела, за последние 100-150 лет не сильно-то изменился, то есть скорость перемещения людей, потому что еще и 100 лет назад были гоночные автомобили, были, скажем так, высокоскоростные поезда и так далее, и так далее. Да, они не двигали со скоростью 300 км в час, но тем не менее 150 до 200 доходили. То есть транспорт безнадежно отстал. И вот технология, о которой мы с вами сейчас кратко еще поговорим, она как раз-таки признана решить, ну, в первую очередь, наверное, вопрос о мобильности, потому что те три сегмента транспортного рынка, которые вначале были задействованы в нашем проекте, это городской высокоскоростной транспорт и грузовой, то есть речь идет о том, что в черте города транспорт может перемещаться со скоростью до 150 км в час, перевозка грузов может осуществляться со скоростью 120 и более км в час, в отличие от 9-10 км в час, то, что сегодня происходит при перемещении грузов на, скажем так, территории российской железной дороги, где она осуществляет эту перевозку. И высокоскоростной транспорт, который сможет перемещаться со скоростью, ну, быстрее целого ряда самолетов, свыше 500 км в час. Готовый удар, еще Ницкий, разрабатывает технологию сегодня уже на протяжении там четырех с небольшим десятых лет. То есть первые, скажем так, первые теории, первые работы, связанные с неракетным освоением космоса, частью, скажем, этой технологии, являются струнной технологией, были даны в 1977 году. Сегодня уже пошел 42-й год. Поначалу, как это было на территории Советского Союза, скажем так, надежды Анатолия Даровича Минского как генерального конструктора были связаны с государственными структурами, только государство выделяло денежные средства. В дальнейшем велись традиционные переговоры по применению данной технологии с представителями мира бизнеса, да, там с целым рядом банковских структур, ну, как правят и договора, точнее, эти переговоры заходили в тупик. Важно, что Анатолий Дарович не останавливался на достигнутом, да, и важно отметить следующее, то, что в начале 2000-х годов, в начале наших тысячелетий, все-таки удалось осуществить, скажем так, то, к чему стремился Анатолий Дарович Ницкий в подмосковном городе Озер, у него был построен полигон, где был построен небольшой участок, металлические эстакады, внутри которые были натянуты струны, да, мы говорим о струнных технологиях, вот. Была продемонстрирована миру, был проведен целый ряд испытаний, отработан целый ряд методик, получены, скажем так, экспертные оценки целого ряда министерств и ведомств имеющие прямое отношение к транспорту, в первую очередь, к территории Российской Федерации, и, по сути дела, технология, скажем так, показала себя, то, что она имеет право жить, и большое количество экспертов написали, что она имеет целый ряд преимуществ по отношению ко всем тем технологиям, которые мы используем с вами на сегодняшний день. То есть она значительно дешевле при строительстве дорог, да, скажем так, она фактически не осуществляет никакой нагрузки на экологию тех мест, где будут построены дороги по технологии разработки на Минске. Скорости, да, мало того, амортизация, амортизационные расходы, то есть процесс эксплуатации данных дорог, как говорит Анатолий Дорчевницкий, визуально построены эстакады, может пожить до 100 лет. Что мы с вами видим, например, при строительстве обычных асфальтовых дорог. То есть раз в 2-3 года их у нас перекладывают, причем в большом объеме, это огромные средства, это человеческие ресурсы, это огромное количество, скажем так, техники и так далее, и так далее. Ну и по сути дела мы топчемся все время на одном месте, у нас, скажем так, из тех денег, которые ежегодно выделяются на развитие дорог, процентов 90 с лишним уходит на ремонт того, что у нас было построено до того. То есть здесь мы имеем значительное преимущество по отношению как к автомобильному, железнодорожному, воздушному транспорту, да, плюс ко всему, как я говорил, экологическая составляющая очень важна. И самый важный, наверное, момент, то, что мы говорим о дорогах второго уровня, то есть технология Skyway, это эстакады, которые подняты на землю, высота этих эстакад может исчисляться несколькими десятками сантиметров, несколькими десятками и сотнями даже метров поднятыми на землю. То есть есть разные предложения исполнения дорог по технологии, разработанной Анатолий Даршим-Низким, но важно обратить внимание вот на что. Для того, чтобы что-то продемонстрировать, показать, сертифицировать и начать строить, необходимо сделать что? То есть построить, скажем так, тестовые участки, на которых можно произвести испытания данной технологии, сертифицировать данные виды транспорта и в дальнейшем уже приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара. Именно поэтому, после того, как, скажем, закончились, пришли в тупик огромное количество переговоров с администрациями разного уровня целого ряда стран в судьбе мира бизнеса, было принято решение оценить технологию, интеллектуальную собственность, которую на тот момент владел Анатолий Даршим-Низкий. И на основании интеллектуальной собственности были выпущены доли компании. И по схеме народного инвестирования, либо краудинвестинг, как это называется, в научных кругах на сегодняшний день, было принято решение привлекать инвестиции в реализацию технологий под названием SkyWay. То есть необходимо было построить тестовый участок, как мы говорили, либо тестовый полигон, на котором как раз-таки необходимо было продемонстрировать возможности строенной технологии, либо технологии SkyWay. Сейчас это именно так называется. У нас проект называется именно компания, которая сейчас проходит презентацию SkyWay Capital. Sky – это небо, Вэй – это дорога, либо путь. То есть небесные дороги индивидского, как это еще называют. И было принято решение привлекать инвестиции посредством краудинвестинга, и физические лица получили у нас доступ к тому, чтобы стать совладельцем компании в будущем, при успешной реализации нашего проекта, получать доход в виде, скажем так, распределения прибыли компании между теми людьми, которые стали совладельцами тех самых долей на очень выгодных условиях. Был разработан 15-этапный план внедрения технологий. На каждом этапе подразумевалось определенное количество работ, которые необходимо было выполнить для того, чтобы прийти к ситуации демонстрации сертификации транспорта и дальше, по окончанию 15-го этапа, приступить к строительству дорог в разных блоках земного шара. То есть 15 этапов, которые были разбиты с 2014 года, это первый, скажем так, момент принятия инвестиций – январь 2014 года, когда пришли первые деньги непосредственно в этот проект SkyWay. Была презентация на 19 человек в Туле, если не ошибаюсь, из которых люди приняли решение стать участниками проекта. Потом информация пошла от человека к человеку, и благодаря этому на сегодняшний день технология получила свое развитие. Мы сегодня имеем огромное количество успехов, о которых мы с вами еще поговорим. Итак, 15-этапный план, как я сказал, подразумевает определенное количество работ на каждом этапе. На каждом, кстати, из этапов, чем он был более ранний, тем более выгодное, скажем так, было предложение для инвесторов. То есть максимальная степень риска на первом этапе, но были максимальные дисконты. Это отличие от номинала доли, который был взят за 1 доллар США от текущего на тот момент. На первом этапе, ну где-то в течение месяца-полутора, дисконт составлял порядка 3,5 тысяч раз. То есть те вложенные деньги, которые были на тот момент, приумножались 3,5 тысячи раз. Сейчас дисконт поменялся, какой на этом этапе дисконт мы с вами поговорим чуть позже. Главное понять следующее. То, что обычные люди, физические лица получили возможность стать совладельцами технологий, которая нас приведет к той ситуации, которую вы сейчас видите на слайде. То есть это линейные города. Города кластерного типа, где есть, скажем так, одна башня, вы видите, которая нарисована здесь на данном рисунке, является ключевым зданием, которое может являться офисным центром, торговым центром, пересадочным пунктом. В шаговой доступности от этого здания находятся дома, в которых проживают обычные люди. И самое главное, что в структуру этих городов легко встраивается, интегрируется транспорт, который может доставить человека намного дешевле, комфортно, с высокой скоростью практически до любой точки региона, страны и вплоть до международного охвата, скажем так, всего мира, то есть с большой скоростью перемещения по территории этой планеты. Речь идет как о людях, так и о грузах. То есть если мы будем иметь намного дешевле построенную трассу, по которой грузы будут быстро перемещаться по этой планете, стоимость этих грузов будет незначительной, соответственно, в магазинах мы будем иметь товары и услуги значительно ниже в цене, чем то, что мы имеем на сегодняшний день, потому что логистика занимает огромную часть стоимости тех товаров, которые мы с вами приобретаем в магазинах. То есть технология SkyWay нас двигает вот к таким городам, которые могут находиться в любой точке земного шара, причем вы видите на рисунке, те самые ключевые здания, они могут находиться как на территории Земли, на поверхности Земли, так и в водной акватории, морей, океанов, озер крупных. И данное решение есть у генерального конструктора нашей технологии Анатолия Дорчевницкого. Итак, друзья, буквально совсем кратко вот та концепция, которая предлагает к реализации технологии под названием SkyWay. Представьте себе город, в котором мы с вами живем. Кстати, даже в инфраструктуру уже построенных городов легко устраивается данная путевая структура со своими зданиями вокзалов и пересадочных пунктов. И внутри этого города, где мы с вами живем, транспорт может перемещаться со скоростью от 50 до 150 км в час. Вот сейчас для Москвы это фантастика, потому что наземный транспорт, весь который мы имеем, дай бог, что, скажем так, в свободное там более-менее время, да, когда нет больших пробок и так далее, дай бог, чтобы скорость была 20 км в час, я имею в виду в среднем. Здесь мы имеем совершенно другие скоростные показатели. Важно понять, что строительство такой трассы в черте города будет 30 и более раз дешевле, чем те линии метро, которые возводятся в Москве не только на сегодняшний день, да. И пропускная способность одной, скажем так, линии, одного транспортного плеча это порядка там до 50 тысяч человек в час. Вот об этом сегодня идет речь. Высокоскоростной скайвей, да, позволит нам перемещаться между городами такими, как, например, Москва-Питер, Москва-Казань, Москва-Минск, Москва-Белгород. Это расстояние в среднем, я взял где-то 700 км, ну, в пределах двух часов. Да, в двух часов. Почему? Потому что транспорт сможет перемещаться со скоростью до 500 км в час, но наверняка будут, скажем так, какие-то остановочные пункты по мере исследования транспорта, поэтому я и беру два часа. То есть вы утром, сев, например, в данный транспорт в городе Минске, можете приехать в Москву, погулять, да, насладиться тем, что вы решили увидеть в Москве, спокойно вечером сесть и спать в своей собственной кровати, да. Если мы будем использовать авиационный транспорт, то у нас проблем на сегодняшний день, хотя он очень высокоскоростной, как мы знаем, там, 700-800 км, 900 км в час, какие-то самолеты и так далее, да. Вроде бы от Москвы до Питера всего час. Но если мы затронем всю, весь маршрут следования, от дома там до аэроэкспресса, от аэроэкспресса до аэропорта, не позднее, чем за час нужно зарегистрироваться, потом сесть в самолет, получить вещи и так далее, и так далее, то есть все это занимает в среднем по 4-6 часов. Вот. Здесь мы видим явное преимущество данного вида транспорта. И вот об этой технологии у нас с вами идет речь. Что из себя вообще представляет технология под названием Skyway? Это, по сути дела, три основных элемента. Первое – это инновационная путевая структура, как я вам говорил, поднятая над землей, она может быть в эстакадном исполнении, может быть просто, скажем так, на промежуточных опорах находиться, либо один рельс, если это легкий транспорт, да, то есть монорельс. Это металлический, скажем так, рельс, внутри которого натянуты струны и закачан высоко модифицированный бетон, то есть специальный наполнитель, который делает эстакаду прочной, идеально ровной. Стальное колесо катится по стальной эстакаде, то есть минимальное, скажем так, сопротивление к качению колеса. Высокая эродинамичная, скажем, форма, то есть минимальные коэффициенты эродинамического сопротивления, высокие скорости. Далее, подвижной состав, который сегодня, скажем так, до сегодняшнего момента нигде больше не был применен, то есть это ноу-хау непосредственно нашей компании, как я уже говорил, обладает высокой аэродинамикой. Что еще важно отметить, если говорить о высоких скоростях, то что поднятие данной транспортной системы над землей решает проблему, например, с таким эффектом, как экран. То есть на высоких скоростях, там, свыше 250 км в час, более 90% энергии перемещения транспортного средства, там, гоночных автомобилей и прочее тратится на преодоление дефекта экрана, который пытается, скажем так, оторвать землю автомобиль и выбросить его в воздух. Так вот, в транспорте SkyWay фактически действие эффекта экрана сведено к нулю. То есть это экономия огромного количества топлива, энергии для перемещения и так далее. Ну, инновационная инфраструктура. То есть это пересадочные узлы, это здания вокзалов, это грузовые погрузочно-разгрузочные терминалы, которые будут использоваться в грузовом направлении SkyWay. Вот из себя, что из себя представляет технология под названием SkyWay. Позже я включу ролик, где вы увидите, скажем так, что из себя представляет струнные рельсы и прочее. Итак, друзья, как я вам сказал, первые инвестиции в наш проект пришли в 2014 году, в январе месяце. А в 2015 году группа компаний SkyWay в лице предприятия под названием струнные технологии получила участок земли в 60 км от города Минска, возле города Марина Горка, это Пуховичский район Минской области. Участок местности почти, скажем так, 36 гектар, бывший танковый полигон, на территории которого началось строительство тестового участка, то, о чем я вам говорил, на котором необходимо было продемонстрировать, что из себя представляет транспорт, сертифицировать его, провести испытания и в дальнейшем приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара. Строительство экотехнопарка, сегодня это называется так, у нас началось в июле 2015 года. В конце июля 2015 года были проведены первые работы на территории экотехнопарка и в августе, скажем так, начались работы по сначала подготовке, залитию фундамента первой анкерной опоры и с этого момента мы начали двигаться к реализации технологии. Как я сказал, мы сегодня очень близки к тому, чтобы она была реализована уже не только в одном месте, а уже в нескольких местах на территории земного шара. За это время специалистами нашей компании было получено 77 различных патентов и сертификатов на саму технологию, на транспортные средства. Причем эти патенты и сертификаты выданы целым ряду стран, ведущих стран, ведущих экономик мира. Это Соединенные Штаты, Канада, это Япония, это Китай, это Евросоюз, Австралия, целый ряд стран СНГ, Россия, Украина, Белоруссия. То есть все это делается для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность, прежде чем приступить к строительству дорог в тех регионах, в которых планируется возведение дорог по технологии Skyway. Что еще хотелось бы отметить, то есть технология за это время была представлена почти на двух десятках крупных международных транспортных форумах и выставках. Все началось с Инотранса 2016 после признания технологии инновационной Минтрансом Российской Федерации 11 февраля 2016 года. И за это время целая череда транспортных форумов и выставок, как на территории Европы, на территории СНГ, Юго-Восточная Азия, Австралия. То есть такие выставки, как «Транспорт России», «Белорусский транспорт на неделю» либо «Транспорт и логистика», то есть 2016-2017 года. Это «Рейвы тех Индонезии» 2017-2018 год. Это «Смарт-сити Индии» 2017 год. Это «Фьючер-сити-шоу» на Арабских Эмиратах, которое прошло в апреле 2018 года. И вот, наверное, с проведения того мероприятия начался новый отчет времени при реализации технологии SkyWay, потому что начались серьезные работы по возведению наших путевых структур, по реализации технологий на территории Аравийского полуострова, на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Каждая выставка, которая была проведена, внесла в свою лепту развитие технологии. Все большее количество людей в разных точках земного шара узнавало о технологиях под названием SkyWay. Специалисты, работающие на одном языке, разговаривали как с представителями мира транспорта, так и с представителями администрации потенциальных заказчиков, где подробно рассказывали, какие преимущества данного вида транспорта, что мы можем дать в разные точки земного шара. И, как я сказал, каждое данное мероприятие, оно вносит положительную лепту в развитии и реализации проекта под названием SkyWay. Помимо всего прочего, что хотелось бы еще отметить. В 2014 году, как я вам говорю, были привлечены первой инвестицией. И в конце весны 2014 года единственным сотрудником конструкторского бюро компании «Струнные технологии», которая у нас работает в Республике Беларусь, был, собственно, генеральный конструктор технологии Анатолий Дородчевницкий. Но за это время у нас создана большая команда грамотных специалистов, которые работают на территории Республики Беларусь. Есть целый ряд достижений и успехов в лице производственников SkyWay. Разработана целая линейка двигателя и мотор-колесо для транспортных средств разной производительности, разной массы используемых в разных сферах. То есть это и легкий транспорт, пассажирский, это и городской транспорт, это и грузовой SkyWay. Используются новейшие материалы. Что хотелось бы еще отметить, что в процессе разработки внедрения технологий появлялись новые идеи, реализованы новые транспортные средства, о которых речь не шла, например, в 2014 году. Это в первую очередь тот же Unibike, легкий SkyWay. На сегодняшний день огромное количество специалистов, конструкторов, инженеров работает на территории нашего КБ в Республике Беларусь. И сегодня мы имеем собственное офисное здание, сегодня мы имеем свои собственные производственные площади. В 2014 году этого не было ничего. И все это, опять же, благодаря тому, что какое-то количество людей поначалу поверило, стали инвестировать в денежные средства, в развитие технологий SkyWay. К чему мы пришли, мы с вами сейчас еще поговорим. Далее, помимо всего прочего, помимо того, что... осуществлялась работа на крупных международных транспортных форумах, помимо того, что у нас активно ведутся собственные разработки на территории КБ, большое количество делегаций, кстати, благодаря тем же выставкам, например, да, и благодаря тому, что специалисты нашей компании принимали участие в различных делегациях, которые выезжали из Республики Беларусь на различные форумы, посвященные развитию городов, транспортной инфраструктуры, да, то есть в разных угаках земного шара специалисты нашей компании проводили встречи, переговоры, демонстрировали преимущество технологии SkyWay. На сегодняшний день, наверное, не осталось, ну, может, только с Антарктиды, да, не было посетителей на территории Экотехнопарка, на территории нашего конструкторского бюро, ну и плюс ко всему, как я сказал, представители нашей компании участвуют в крупных форумах, и вот участие, например, в мероприятии по названию Smart City India, это 2017 год, позволило после данного мероприятия, Наталья Дарчу встретиться с одним из духовных лидеров планеты Далай-Ламы, да, это было в Индии, было, скажем так, ну, там выделено время специально для встречи нашего генерального конструктора, и Далай-Лама, один из духовных лидеров планеты, дал благословение свое на реализацию технологии SkyWay в разных угаках земного шара. Когда-то, когда мы начинали только проводить вебинар, а я вообще на сегодняшний день их провожу уже, наверное, больше четырех лет, это где-то с октября, наверное, 2014 года, да, мы очень много времени зависали на странице новостей, вот, в 2016 году, я помню, что мы прыгали до потолка, когда у нас написала какая-то небольшая районная газета в Республике Беларусь, сегодня фактически, если внимательно следить за новостями, а те, кто недавно просто получил информацию о развитии нашего проекта, присутствует на нашей презентации, вы можете заглянуть в раздел новостей на сайте или в БЛК, и видеть, что практически каждую неделю в разных средствах массовой информации появляются статьи, да, крупные и очень, очень большие статьи о развитии технологий под названием SkyWay. То есть это и интернет-порталы, это и печатные СМИ, к которым мы с вами привыкли, да, это телевизионные каналы, радиостанции и так далее, причем это как региональные, так и центральные телевидения. Кстати, буквально недавно, я думаю, те, кто внимательно следит за новостями, Комсомольская правда, вы знаете, одно из самых крупных издательств на территории, на русскоязычном пространстве, уделила трижды, да, по итогам прошлого года внимание развитию нашей технологии. Первое, то, что, скажем так, наше предприятие использует программное обеспечение 3D Experience, то есть это индустрия 4.0. Не так, очень небольшое количество компаний в мире, да, использует данное программное обеспечение, передовое программное обеспечение в сфере разработки, внедрения, чего бы то ни было. Второе, это то, что как раз-таки, то, что вы сейчас видите на слайдах, да, в августе прошлого года, самое масштабное, наверное, мероприятие по привлечению там инвесторов, демонстрация, отчета и прочее, это экофестиваль. Именно экофестиваль Комсомольская правда тоже уделила большое внимание, потому что, например, на этом экофестивале люди, которые приехали своими глазами посмотреть, чего достиг наш проект, да, смогли не просто приехать и увидеть, а смогли также стать первыми пассажирами транспорта Скайвэй. Я был на всех трех экофестивалях, на первом из них мы видели промежуточные опоры и работы на территории, скажем так, анкерной опоры. На втором экофестивале мы видели уже в прокате три модели транспортных средств Скайвэй, и после того, как была осуществлена сертификация, то есть было разрешено перевозить пассажиров внутри транспорта Скайвэй, и более 2000 человек в этом году на территории экофестиваля, помимо отчета нашей компании и отчета результата, которые достигнуты на тот момент, да, появилась возможность непосредственно самим проехать внутри транспортного средства Скайвэй. И действительно, помимо всего прочего, люди, обычные люди, проживающие в разных странах мира, помимо того, что у них появилась возможность стать совладельцами технологий в будущем, обеспечить себя с финансовой точки зрения полностью, да, то есть свою жизнь, жизнь своих детей, внуков, люди чувствуют еще и моральное сопричастие к внедрению данной технологии, к изменению ситуации в мире, и действительно, на экофестивале, на которых вот мы были, я бы, как я сказал, три раза, да, я видел довольные лица людей, которые чувствуют себя частью чего-то большого, что изменяет жизнь людей к лучшему. Помимо всего прочего, для тех людей, которые стали совладельцами технологий и приобрели себе любую из пакетов долей до апреля 2017 года, да, руководство компании создало так называемое звездное небо Skyway, то есть у нас на территории музея первая тканая опора и на потолке написаны фамилии имена тех людей, которые стали инвесторами нашего проекта, которые, скажем так, внесли информацию о себе в реализацию технологии Skyway. И я думаю, что действительно этим можно гордиться, то, что вы не пропустили данную возможность, да, которых было много, вот, каждый день фактически рождается какая-то возможность, какое-то количество людей их используют и меняют свою жизнь к лучшему, меняют жизнь людей к лучшему, да. Что хотелось бы отметить, да, вот мы говорим о людях, которые стали совладельцами технологии и действительно только благодаря им на сегодняшний день возможно то, чего мы достигли. Только благодаря тем деньгам, которые люди принесли в наш проект, благодаря их энергии, ознакомления окружению этих людей с тем, что есть такая возможность стать частью проекта Skyway, да, мы сегодня выполняем строительные работы, которые у нас на сегодняшний день продолжаются на территории экотехнопарка в Республике Беларусь, да, мало того, вы знаете, что у нас не так давно появилась информация, и сейчас мы внимательно за ней следим о том, что начались строительные работы на территории Аминонных Арабских Эмиратов. Там строится инновационный центр Skyway, да, который будет, опять же, часть демонстрации того, чего мы достигли в тропическом варианте, и оттуда начнется, скажем так, реализация нашей технологии на территории Аравийского полуострова в целом и земного шара. Далее, работы связаны с созданием транспортных средств, да, то есть работы связаны непосредственно с проведением тех же самых крупных выставок, в которых мы участвуем. То есть все, что сегодня происходит на территории экотехнопарка, это все благодаря системе краудинвестинга, благодаря энергии людей, которые стали участниками нашего проекта. На сегодня мы имеем 8 образцов подвижного состава, да, то есть целый ряд из них сегодня уже сертифицировано. Это и городской транспорт, это и грузовой транспорт Skyway. Это, конечно же, нельзя мимо пройти того события, которое также было отмечено комсомольской правдой, это демонстрация модуля высокоскоростного на территории выставки на Транс 2018 в городе Берлине, 6-местный высокоскоростной юнибус, да, который как раз-таки высокоскоростная трасса у нас на сегодняшний день будет строиться на территории Арабских Эмиратов. Новое транспортное средство, которое мы увидели, суперлегкое транспортное средство двухместное под названием Юнивин, да, то есть что признано решить, скажем так, транспортные проблемы ближайшего пригорода, наверное, да, небольших населенных пунктов. И направление, которое в факультативном режиме, скажем так, которым занимались целый ряд конструкторов и инженеров группы компаний SkyWay, это создание электромобилей для людей с ограниченной возможностью передвижения, то есть для инвалидов колясочных, создан двухместное транспортное средство, у которого ресурс, ну, наверное, скажем так, в первую очередь для городского перемещения, да, до 150 км зарядки одного аккумулятора, скорость до 100 км в час. То есть человек, который не имеет возможности, скажем так, управлять своим телом ниже пояса, да, имеет возможность управлять транспортным средством, полноценное, скажем так, транспортное средство, которое является, может стать участником движения в черте наших, ну, в первую очередь городов, наверное, да, и перемещения до ближайшего пригорода. Это то, что мы достигли на сегодняшний день. За время развития нашего проекта было много сказано как положительных, так и негативных отзывов о развитии нашей технологии. Если поначалу нам действительно, ну, как сказать, мягко, нечем было похвастать, да, у нас была только информация о том, что мы в это верим, что мы к этому двигаемся и, по сути дела, давайте становитесь участниками нашего проекта, мы вместе реализуем данную технологию. Сегодня мы говорим просто приезжайте на территорию к технопарку и посмотрите все своими глазами. Благо, если мы говорим, например, о жителе стран, ну, бывшего СССР, да, там сейчас СНГ, Балтии и так далее, ехать недалеко, это Минская область, как я вам сказал, недалеко от города Марина-Горка, там у нас сегодня существует пять действующих трасс, там, скажем так, проходит обкатка и сертификация транспортных средств, которые создаются на производстве Skyway. То есть, все это, опять же, мы достигли благодаря тому, что применили систему под названием Краут Инвестинг. Сейчас я хочу включить ролик, да, который продемонстрирует, что из себя представляют технологии под названием Skyway, это где-то около четырех минут, и потом мы с вами будем уже переходить к теме инвестиций и кратко поговорим о том, что вы можете иметь, какие действия можно делать для того, чтобы стать успешным с финансовой точки зрения вместе с проектом компании. Skyway и Крикет. Итак, друзья, ролик о технологии, и я к вам вернусь, мы с вами поговорим о инвестициях, и потом я отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Итак, друзья, двигаемся дальше по информации нашего сегодняшнего вебинара. И мы с вами говорили о том, что наша технология на сегодняшний день реализуется благодаря тому, что огромное количество людей в разных уголоках земного шара инвестировало в свои денежные средства. В разном размере кто-то смог инвестировать 100 долларов, кто-то 200, кто-то 100 тысяч, кто-то 10 тысяч долларов и так далее, стали совладельцами данной технологии. То есть речь идет о том, что есть инновация, есть инвестиция. И история нам показывает целый ряд моментов нашей с вами жизни. Вот если мы с вами немножко откатимся назад, там на 100 на 200 лет, мы увидим следующее. То, что, например, инновация, которая одновременно была подкреплена инвестициями, то есть она привела к тому, что жизнь человечества круто изменилась. Пример очень простой. Смотрите, конец 70-х годов, начало внедрения технологий персональных компьютеров, да, то есть молодые люди, которые увидели перспективу того, что в каждом доме должен быть компьютер, предлагали вложить денежные средства в свои проекты. Что Билл Гейтс, что Стив Джобс, огромное количество, скажем так, специалистов мира вычислительных машин крутили у ВСК, говорили, кому это надо, есть крупные ВМ и так далее, и так далее. И целый ряд крупных корпораций, в итоге, скажем так, значительно отстали от таких компаний, как Apple и Microsoft, потому что вовремя не сориентировались на этом рынке. Те люди, которые вложили денежные средства в развитие данной технологии, сегодня хорошо себя финансово чувствуют. Их дети, их потомки и так далее, они обеспечены на многие десятки, сотни лет вперед. Далее, железные дороги. То есть поначалу никто не думал использовать железные дороги для перевозки людей, но нашлись те, кто видели в этом перспективу, стали развивать сеть железных дорог, стали строить вокзалы, стали, скажем так, производить локомотивы и так далее, и так далее. И на сегодня потомки тех, кто начинал внедрять и разрабатывать железные дороги, да, сегодня, скажем так, также финансово себя хорошо чувствуют. История господина Бенса, да, то есть он разработал двигатель внутреннего сгорания. Хорошо нашлись молодые люди, у которых на тот день оказались деньги, были деньги. И благодаря этим деньгам сегодня мы с вами все знаем такой автомобиль, как Mercedes-Benz. Возможно, если не оказалось рядом с Бенцем тех людей, которые выделили денежные средства на реализацию его двигательного внутреннего сгорания, может быть, такого автомобиля и не было. Но к чему я веду? Я веду к тому, что, опять же, использование реализации технологии, с учетом того, что есть на тот момент необходимые инвестиции, и это приводило к тому, что в жизни людей происходили серьезные перемены, а те, кто на тот момент в идее увидели перспективу, да, стали обладателем большого состояния. Ну, вот, например, братья Райт как раз-таки не стали таковыми, которые подняли воздух в свой параплан, да, но идею, скажем так, создания и развития авиации реализовал господин Боинг вместо них, да, то есть он использовал их изобретения. На сегодняшний день Боинг знают все, братьев Райт знают только те, только потому, что именно они, скажем так, первые, кто поднял в воздух транспортное средство, которое тяжелее данного воздуха, да, и смогло пролететь какое-то количество десятков метров. Что хотелось бы отметить, друзья, компания Струнной Технологии, компания Skyway, да, группа компаний Skyway, сегодня является состоявшимся проектом, проектом, который на сегодня уже приступает к строительству дорог. Мы имеем свой собственный испытательный полигон. Мало того, в юрисдикции той страны, где у нас находится сегодня КБ, где у нас находится производство, где находится Экотехнопарк, мы сегодня получили все разрешительные документы на проведение работ под ключ, то есть от создания технической документации до, скажем так, конечного строительства дорог. Мало того, предприятие Струнной Технологии в 17-м году стало членом Союза Строителей Республики Беларусь и стало членом Торгово-промышленной Палаты Республики Беларусь. Это, кстати, ответ, скажем так, на возмущение тех, которые говорят, непонятно, чем занимаетесь, непонятно, есть у вас технологии или нет, и вообще вроде напоминают финансовую пирамиду и так далее. Я всегда говорю на своих презентациях, что ни одна финансовая пирамида не стала членом Торгово-промышленной Палаты какой бы то ни было страны. Ну, не было в истории человечества такого. Соответственно, чтобы стать членом ТПП, нужно показать всю серьезность своих намерений и чем-то обладать. Раз мы стали членами Торгово-промышленной Палаты Республики Беларусь, соответственно, скажем так, нам есть что продемонстрировать. На сегодняшний день, как было сказано в конце 2018 года, более 800 специалистов сегодня работают на территории Республики Беларусь. Мы имеем свое собственное офисное здание четырехэтажное в промышленном районе города Минска. Это недалеко от метро тракторный завод. Я там был в этом здании несколько раз, да. Далее мы имеем свои собственные производственные площади, то есть это активы компании, которых в 2014 году, как я уже говорил, не было. На сегодняшний день, вот, например, если мы говорим о компании Skyway Capital, 210 стран, с территории которых люди стали совладельцами пакетов долей группы компании Skyway. Для чего я все это говорю? Потому что вот то, о чем мы сейчас с вами, скажем так, полчаса разговаривали, это та возможность, которая может круто изменить, скажем так, финансовую составляющую вашей жизни. Если будет меркантильным и говорить только об этом, да. Я вам перечислил примеры внедрения инноваций при, скажем так, союзе с инвестициями, и сегодня любой из вас может стать совладельцем данной технологии и обеспечить своих детей, внуков, организовать им такое будущее, в котором они будут заниматься тем, что они любят то, что им нравится. То есть присыпаться утром и творить, скажем так, положительные дела, потому что вы знаете, да, когда человек любит делать то, что он делает, то плоды этого труда совершенно другие. Мало того, емкость транспортного рынка на сегодняшний день, это официальная информация, порядка 4,8 триллионов долларов США. Потенциал нашей компании и то, к чему стремится наш генеральный конструктор, это 30-50% всего мирового транспортного рынка в будущем за технологией под названием Skyway. Вот по 30-50% транспортного рынка это 2,4 триллиона долларов. Это вот тот пирог, с которого вы можете получать денежные средства в недалеком будущем, да. И, в принципе, данная ситуация может сделать вас финансово независимым. Все, что необходимо сделать, да, для того, чтобы стать участником проекта, это зарегистрироваться на платформе компании Skyway Capital, которая является сегодня инвестиционным фондом. Основная задача этого фонда – привлечение инвестиций в реализацию технологий под названием Skyway. Инвестиции, которые приходят таким образом, да, это те инвестиции, которые у нас непосредственно идут на территории Республики Беларусь и реализовывается проект создания того самого Экотехнопарка, в котором проходят испытания и сертифицируются транспортные средства Skyway. То есть, то, как было задумано в 2014 году. На платформе Skyway Capital вы получите весь необходимый объем информации после регистрации внутри личного кабинета. Вы узнаете о том, как можно инвестировать в нашу компанию, благодаря каким платежным системам, да, какие у нас есть пакеты на сегодняшний день и что хотелось бы отметить, да, вот опять же, затрагивает тему инвестиций. Смотрите, ну, наверное, не так много способов, да, инвестирование на сегодняшний день существует в мире. Ну, я знаю, что вот люди знают, например, инвестирование в недвижимость и получение дохода в будущем, да, инвестирование там, например, в ценные бумаги – это фондовый рынок. Есть люди, которые пробуют себя на рынке Форекс, да, то есть, это валютный рынок дальше, металлы, кто-то вкладывается в золото и так далее. То есть, вариантов, в принципе, не так много, но что хочу сказать. Практически все вот эти способы, то, что я вам назвал, преумножение ваших денежных средств и получение дохода в будущем, да, в виде там пассивного дохода и так далее, требуют очень значительных инвестиций. Для того, чтобы получать прибыль с недвижимости, нужно, скажем так, вложить порой не одну сотню тысяч долларов, да, для того, чтобы через какое-то количество лет эта инвестиция окупилась в виде там арендной платы, либо чего-то еще, и потом вы стали получать прибыль. То же касается фондового рынка, как говорит Роберт Киосаки в своих книжках из серии «Богатый папа, бедный папа». Если у вас нет свободных там 20 тысяч долларов, да, то вам нечего делать на фондовом рынке. Он сказал слово «свободных», потому что нет такого, скажем так, лишних и так далее. Лишних денег не бывает даже у миллиардеров. Вот. Ну и так далее. У нас же проект, который позволяет вам инвестировать, скажем так, незначительные деньги, начиная там с 15 долларов в Соединенных Штатах Америки, и с выгодным дисконтом на сегодня уже от 1 к 16 до 1 к 75, так как мы находимся на 13 этапе развития, и 13 этап у нас начался с 26 декабря 2018 года, да, стать соблобильцами какого-либо из пакетов долей. Инвестиция в 15 долларов, да, как многие говорят, это что-то смешное, это вообще не из темы инвестиций, поэтому некоторые рассматривают, ну, хотя бы там тысячу долларов. На сегодняшний день человек, который инвестирует тысячу долларов США в реализацию, точнее, в проект компании Skyway Capital, у него появляется возможность стать совладельцем 41 тысячи долей, то есть фактически уровень у него дисконта или там приумножение его денежных средств потенциально может составить 41 раз. Как я вам сказал, стоимость одной доли, да, сначала была взята номинал одной доли, это 1 доллар США, и мы, скажем так, все ближе и ближе к тому моменту, когда доля будет стоить именно столько. Иногда люди задают вопросы, когда там, какая цена будет на рынке, каким способом мы выйдем на биржевые площадки и так далее. Я думаю, когда мы подойдем к данному моменту, это все будет ясно. Но, как правило, в дальнейшем стоимость отдельно взятой доли, либо ация, как это мы в дальнейшем уже будем говорить, да, это рынок. То есть, чем более полезна технология, чем больше, скажем так, пользы она приносит человечеству, соответственно, стоимость доли будет расти. Мало того, у компании есть свой инвестиционный меморандум. 20% от получаемой прибыли, от любого адресного проекта, от той прибыли, которая будет приходить к компании, будет распределяться между теми людьми, которые стали совладельцами пакета долей, на раннем этапе инвестирования в технологию. Всего этапов 15. Сегодня мы находимся на 13 этапе. И что хотелось бы еще сказать, буквально на прошлой неделе в конце вышла новость, то, что 10 февраля будет снова изменен дисконт, уменьшен дисконт, потому что, как мы говорим, риск становится все меньше и меньше, а момент реализации технологии все ближе и ближе. То есть, нам сегодня не то, что есть, чем похвастать, сегодня есть, что потрохить. Сегодня мы приступили к строительству инновационного центра в обменах арабских имендах, инновационного центра SkyWay. Там будет осуществляться обучение в дальнейшем специалистов, которые будут использованы в нашей компании и так далее. И пока еще у нас действует та возможность, тоже помимо инновационной технологии, у нас есть еще, скажем так, маркетинговая политика компании. 10% от суммы той инвестиции, которую вы сделаете, но в течение первых 7 дней после регистрации, вам будет начисленный премиальный счет. Пока это еще действует, но не исключен вариант, что в ближайшее время данной возможности уже не будет. Я считаю, что сейчас было бы глупо и не воспользоваться. Мало того, помимо всего прочего, но я думаю, что одной еще из двигающей силы развития нашего проекта является партнерская программа компании SkyWay Capital, благодаря которой люди имеют возможность создания крупного дохода, на сегодняшний день международного бизнеса, благодаря нашей партнерской программе, которая достаточно проста, в ней всего 6 квалификационных уровней. И вы можете, скажем так, с разным темпом, приняв решение зарабатывать деньги уже здесь и сейчас, двигаться по карьерной лестнице партнерской программы компании SkyWay Capital. Важно, что... Кстати, эти квалификации вы видите сейчас на экране. Важно понимать следующее, что у партнерской программы есть целый ряд преимуществ, если говорить о мире, скажем так, многоуровневом маркетингу в целом. Маркетинг-план накопительный полностью, то есть все, что вы делаете, накапливается на вашем счете. То есть вы поступательно двигаетесь, скажем так, от более низкой квалификации, более высокой квалификации. Вам не нужно выполнять каких-то жестких объемов по продажам, чего бы то ни было. Вас здесь никто не может обогнать либо перегнать. То есть вы будете получать те проценты, которые положено получать в соответствии с той квалификацией, которую вы достигли в развитии бизнеса по партнерской программе компании SkyWay Capital. У нас достаточно высокие выплаты, до 20% вы можете получать непосредственно тех рекомендаций, которые вы делаете сами, при условии, что вы достигли звания топ-эксперт. И вплоть до 24 уровня топ-эксперты у нас получают вознаграждение. Да, но чем дальше, тем глубже оно становится, все меньше, 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 но тем не менее. Но очень важно, вас никто не может ограничить количество тех людей, которых вы можете пригласить за собой. Здесь есть определенный элемент разумности, то есть одновременно обучить какое-то количество людей развитию бизнеса по партнерской программе, ну, наверное, 3-5 человек в месяц, при условии, что эти люди действительно говорят, что я готов, я на 100% с вами и так далее. Итак, партнерская программа – это тот инструмент, который позволяет развиваться вам, как человеку, и получать доход уже сегодня, не дожидаясь, пока наша компания со своей технологией выйдет на мировой транспортный рынок и вы будете получать проценты в виде дивидендов, либо, скажем так, продажи тех долей, которых у вас может быть много. Кстати, та же партнерская программа позволяет вам увеличить портфели инвестиций в нашу технологию, потому что вы можете получать проценты от того, что работаете в информационном поле, и, соответственно, часть денег, которые вы можете получать посредством партнерской программы, вы можете просто инвестировать в технологии, увеличивать свои портфели инвестиций, что, скажем так, в будущем положительно отразится на вас каким образом? Чем больше у вас количество долей при выплате тех же дивидендов, потому что они выплачивают отдельно взятую долю, если у вас там миллион долей, соответственно, у вас будет определенная цифра дивидендов, да, сумма, если этих долей в два раза больше, чем, я назвал, например, 2 миллиона, да, соответственно, на 2 миллиона долей будет распределяться дивиденды. Вот таким вот образом, соответственно, инвестирование на сегодняшний день, это у нас слайд еще по 12 этапу, порядка там 75-78% уже на сегодняшний день реализовано, как я вам сказал, мы переходим на следующий подэтап в рамках 13 этапа, таких переходов будет 3, то есть у нас будет более плавно меняться дискомп внутри одного этапа. Поэтому лучшее время для инвестиций в проект под названием Skyway Capital, это время, которое называется здесь и сейчас, и сегодня, да, то есть не тянуть, не дожидаться там опять, как у нас некоторые делают, это окончание этапа, и пытаются в 3 дня, скажем так, сжать свои действия без сна, без там, без еды, да, то есть 24 часа в сутки начинают бегать и знакомить людей с тем, что можно инвестировать в компанию Skyway Capital, становиться владельцами технологий, в дальнейшем получать доход, сегодня зарабатывать по партнерской программе и так далее, и так далее. Лучше это делать систематически, понемногу, но постоянно. Итак, друзья, в целом, наверное, это то, что я хотел сказать на сегодняшнем вебинаре, говорить в принципе можно много, можно, скажем так, просто перечислить сейчас какое-то количество новостей, да, с которым я знакомлюсь ежедневно, но большинство из вас умеет читать, большинство из вас наверняка, я надеюсь, смотрит наши видеоноутсы, да, которые тоже являются видеодайжестом тех новостей, которые у нас происходят каждый месяц, вот. И сейчас те вопросы, которые я смогу озвучить, я постараюсь вам ответить. Так, 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 давайте я сейчас сначала в Мерополис, а потом я посмотрю, что у нас в чате вебинаров в соцсетях, потому что мы вещаем сегодня, я уже потихоньку начинаю примыкать с двух компьютеров, да, крутить голову и нажимать, скажем так, двумя руками, хорошо, что у них две, хорошо, что у них четыре компьютера. Итак, друзья, сейчас я посмотрю, что у нас здесь в чате, да. Ну, вот человек пишет, что для выхода на 13 этап потребуется более трех лет, как это будет происходить в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, в Объединенных Арабских Эмиратах и немножко другие условия еще, да, если, например, править в Беларуси, мы долгое время строили только на те деньги, которые приходят к нам по схеме краудинвестинга, то там, как говорил генеральный конструктор, нам стоит только начать показать, показать начало строительства, да, то, что мы начали двигать и так далее, и там уже будут идти деньги конкретных инвесторов непосредственно с территории Объединенных Арабских Эмиратов. Там все это будет гораздо быстрее. По поводу партнерской программы. По поводу партнерской программы. Вот этот пункт 9.2 вы нашли в договоре по партнерской программе, я хотел бы уточнить. Запись будет, да, запись ведется. Запись у нас вообще в соцсетях, она всегда ведется, а сегодня я нажал в Мирополисе, поэтому будет запись данного вебинара. Ну, по Швейцарии, давайте так, масловский вебинар не состоялся, я думаю, я не сделал ничего крамольного. В нескольких чатах партнерских появилась непосредственная информация от господина Маслова, что вроде бы как подписан какой-то договор на прошлой неделе, что переговоры шли сложно, теперь, скажем так, все начнет двигаться гораздо быстрее. То есть какое-то движение в проекте Сан-Бернардино есть. Касаемо сертификации высокоскоростного, ну, мне сейчас сложно вам что-то ответить, мы еще не построили трассу. Поэтому мне сейчас заявлять, да, что вот мы сертифицируем высокоскоростной транспорт по пыли, например, ну, я думаю, меня можно будет даже выстрелить в экран. Поймите правильно, я сейчас не являюсь производственником, я не знаю, на каком этапе там идет, скажем так, строительство дороги в Объединенных Арабских Эмиратах, но меня туда никто не приглашал, и информация оттуда дается, скажем, дозированная, именно в том объеме, в котором считает нужный генеральный конструктор. Поверьте мне, что вы узнаете, да, когда будет продемонстрирована высокоскоростной Skyway и когда будет шлина сертификации. Пока я не видел этих планов четких, да. Еще, о чем я, наверное, забыл сказать в процессе нашего сегодняшнего вебинара, пока, да, пока, скажем так, криптоплатформа не запущена, вот в итоге 2018 года, то, что, скажем так, руководство нашего проекта приняло решение еще и создать свою собственную криптоплатформу Skyway, да, и в дальнейшем использовать технологию блокчейн для реализации нашей технологии. В принципе, это большой плюс, я вижу, потому что будет привлечено огромное количество людей, которые крутятся со своими деньгами на рынке криптовалют, на рынке токенов, на рынке ICO и так далее, так далее, так далее. Конкретно сайт ICO RSV, который у нас запущен, на котором будут созданы личные кабинеты тех, кто обменял свои доли на токены, то, что было, скажем так, предоставлено возможность в конце прошлого года, да, тот проект конкретно подвязан у нас под реализацию проекта Удивненных Арабских Эмиротов, строительства высокоскоростного, грузового, городского транспорта, использование зеленой энергии, электростанции, да, на солнечных батареях, а солнца там очень много. То есть все это в ближайшее время будет двигаться, реализовываться, дописывается программа, как нам сказали, да, дорабатывается, скажем так, привязка сайта личного кабинета, я так понимаю, нужно это все ввязать целым рядом, криптобирж и прочее. Будет ли эта биржа белорусская или нет, тоже вы знаете, да, вот одна из последних новостей, что на территории Республики Беларусь открыли криптобиржу. Это было совсем недавно. Так, что у нас в соцсетях? Сейчас, секундочку. Почему Зиму не тестируют? Это вопрос касаемый, да. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что какие-то тесты зимой, наверное, проводятся, я просто, если вы обратили внимание, свежая информация касаемая развития, наверное, строительства, чего бы то ни было, это то, что строится еще одно здание, то есть расширение производственных площадей, как было сказано, для того, чтобы, скажем, приступить к серийному производству элементов путевой структуры и транспортных средств. Вот, но если вы помните, то целый ряд транспортных средств, которые у нас были сертифицированы, они испытывались и зимой. По поводу проекта в Минных Арабских Эмиратах, я уже говорил, что, как говорил Анатолий Дарович Юницкий, мы начинаем строительство, демонстрируем, что мы достигли, и дальше идут инвестиции уже местных структур, государственных структур, там, частных структур и так далее, и так далее. Когда испытательную дорогу Skyway построят 500 км в час? Это вопрос туда же, да, то есть, это будет строиться на территории Минных Арабских Эмиратов. Точной даты я вам сейчас просто сказать не могу. Ну, как бы вы, наверное, не на того напали, да, то есть, я не являюсь генеральным конструктором, я не являюсь руководством, точнее, начальником опытного производства Skyway и так далее, я вам даю ту информацию, которая до нас наводит, доводит непосредственно от руководства нашего проекта. Поэтому точной даты я не буду ничего думать, я не буду придумывать, когда у нас будет информация, мы вам скажем. Итак, друзья, что еще хотелось бы отметить, да, для того, чтобы быть в курсе развития событий, которые происходят в проекте компании Skyway Capital, я вам рекомендую ежедневно, да, заглядывать на страничку событий нашего личного кабинета и сайта, там у нас есть расписание проводимых вебинаров на разных языках и презентации в разных городах. Данную информацию вы можете использовать для того, чтобы развивать свой международный бизнес. То есть люди, проживающие в других странах, могут посещать те мероприятия, на которых вы пригласите, эти люди могут стать членами вашей партнерской структуры и благодаря этому вы можете создавать, как я говорил, тот самый международный бизнес, да. И плюс ко всему, наверное, немножко рекламы касаемо тех крупных мероприятий, которые у нас ожидаются в конце января и феврале. В конце января 26-27 числа уже на этой неделе пройдет мероприятие в Словакии, там где будет рассказываться система дубликации, то есть обучение партнеров развитию бизнеса, это к тому вопросу, Вячеслав, который вы задавали. Сейчас создаются материалы, переводятся там со словацкого, с английского языка, создаются тетрадки. У нас внутри компании, да. И вот на этих мероприятиях, которые будут 26-27 числа и в феврале 17 числа в Бельгии, будет рассказываться о системе дублицирования, о системе развития бизнеса, как, скажем так, за более короткий срок, благодаря простым действиям, добиться успеха вместе с вашими партнерами. Вот в этом направлении руководство нашего проекта работает, работают специалисты, которые готовят для вас материалы, поэтому все скоро будет выдано на гора, как говорится. Поэтому два мероприятия 26-27 января и 16-17 февраля вы можете использовать, вы можете стать их участниками. Кстати, 16-17 февраля можно быть участником онлайн. Для этого достаточно зайти внутрь личного кабинета, ознакомиться информацией и оплатить участие. Вам лично придет ссылка, по которой вы сможете 16-17 числа присутствовать на обучении. 16-го числа будет обучать дипломированный тренер Юрий Галата тому, как работать с крупными инвесторами, как себя нужно правильно настроить, как правильно преподнести информацию, как правильно общаться под телефоном и так далее. Какие еще вопросы, коллеги? Вот тут он написал по окружной Москве. Пока нет информации по окружной Москве. Я знаю, что это предложение делалось не единожды. Тут политическая воля тех людей, которые отвечают за транспортную систему в Москве, в Московской области. По поводу, где будет Экофест, пока я не могу сказать ничего. Поймите правильно. Год только начался. Я помню, что информацию о том, когда у нас состоится Экофест в 2018 году, нам дали в мае, как обещали. То есть, он был проведен в августе. Когда Экофест будет в этом году, мне трудно сказать. Я думаю, что вот опять же на территории того же Экотехнопарка и в этот раз наверняка нам продемонстрируют, что из себя представляют легкие SkyWay, потому что путевая структура начала создаваться буквально за пару недель до предыдущего Экофестиваля. Я думаю, мы увидим, что такое юнилин действия, возможно, к этому времени он уже будет и сертифицирован. Вот таким вот образом. Да, Вячеслав, 16-17 февраля обучение онлайн возможно. Друзья, еще раз говорю, заглядывайте, пожалуйста, в раздел событий, онлайн-офлайн мероприятий, в разделе событий международные конференции. То есть, там у нас как раз-таки выложена информация на всех 24 языках нашего сайта о мероприятии, которые у нас проводятся. И там же будут появляться, скажем так, страницы с последующими мероприятиями, которые компании планируют сопроводить в разных уголках земного шара. Поэтому возьмите за привычку хотя бы раз в 2-3 дня появляться на странице событий, на странице, скажем так, расписания, чтобы быть в курсе того, что где проходит, и рекомендовать это своим партнерам, чтобы они были в курсе, чтобы они точно так же эту информацию доносили в глубину своей структуры. Это тоже есть часть дубликации, кстати. Севастополь. Ну, я ничего не могу сказать про Севастополь, да, друзья? То есть, как бы так, вообще, давайте пока с темой Крыма, ну, наверняка мы там можем строить, наверняка мы там будем строить в дальнейшем и так далее, и так далее. Пока, вы знаете, да, тема Крыма сильно не муссируется, потому что мы все-таки международная компания, и вы знаете, что многие компании получали, скажем так, по голове, и к некоторым даже были применены санкции за то, что они пытаются вести деятельность на территории Крыма. К сожалению. Ну, так устроено мировое сообщество. Что у нас с токенами происходит, что-то тихо. Как я сказал, работы ведутся. Мы вот общались на этой неделе, нам сказано, что продолжается, скажем так, идти отработка личного кабинета, там прописывается вся логика, да, чтобы не было никаких проблем с момента введения личных кабинетов из работы с токенами. То есть направление новое, над ним работают люди, которые являются специалистами в этом направлении, поэтому когда все это будет налажено, когда это все будет готово, нам с вами доведут и придет, как нам говорили, письма, да, в которых будет прописано, что нужно сделать для того, чтобы успешно двигаться в этом направлении. Вы знаете, я не могу вам ответить на вопрос, кто проводит переговоры с администрацией Москвы и есть ли адресные проекты, да. То есть, как правило, все переговоры, связанные с строительством потенциальных трасс в разных уголках земного шара, у нас проводят специалисты, работающие в Республике Беларусь. Я даже сейчас вот не могу, я не уполномочен, потому что я даже не знаю, то есть у нас здесь в Москве есть человек, который общается, я не в курсе, да, кто у нас сегодня отвечает за реализацию адресных проектов. Когда-то этим занимался Кирилл Бадулин, он сейчас, скажем так, руководитель бизнес-управления Skyway, да, и есть люди, которые непосредственно занимаются этим в Минске. То есть, если есть какие-то предложения, то обращаться нужно непосредственно. Как я понимаю. Вот таким вот образом. То, что какие-то переговоры, то, что какие-то адресные проекты возникают, вы знаете, это, наверное, происходит сейчас каждый день. То есть, еще год назад говорил Кирилл Бадулин, что мы не успеваем обрабатывать те заявки, которые были тогда, когда у нас еще не было там, скажем так, ничего не началось двигаться в Удменных Арабских Эмиратах и так далее. Сейчас, поверьте, их гораздо больше, чем было год назад. Поэтому не переживайте. Работа у наших специалистов, которые работают в Республике Беларусь, модернизация технологий, поверьте, у них очень много. Я, как говорил, еще в ноябре прошлого года, когда дважды ездил в Минск, для того, чтобы взять макеты 1,10, которые мы демонстрировали в мероприятиях, потом их сдать. То есть предприятие, как говорил один из специалистов, Анастасия Лейко, может, многие из вас ее видели, она фактически присутствует на всех выставках, где присутствует компания структурной технологии. Производственный отдел, специалисты работочного производства работали в 3 смене. Вот такая динамика, скажем так, на сегодняшний день. Итак, друзья, у меня, наверное, на этом все, потому что, как я понимаю, каких-то серьезных вопросов нет. По поводу стройки ВТП задают вопросы. Вы знаете, нет. То есть в экотехнопарке, я так понимаю, работы будут происходить все время, потому что это, по сути дела, альбоматор. Это то место, в котором технология, как говорится, зародилась. Там были продемонстрированы первые действующие модели. И это то место, на территории которого будут отрабатываться последующие идеи и так далее. Поймите правильно, это наш собственный сертификационно-демонстрационный центр, да, то есть все, что будет придумано нового, там, доработаны двигатели, чего-то еще. В экотехнопарке, я так понимаю, работы не будут закончены никогда. Единственное, там может быть оборудовано какое-то количество путевых структур, они будут выстроены, и уже на этих путевых структурах будут испытываться транспортные средства. Это вот, как, например, есть железные дороги российские вы знаете, да, есть такой город Щербинга в Подмосковье. Там находятся лжи, да, то есть лаборатория железнодорожного института, там транспорты, там все, что касаемо железных дорог, проходит испытание на территории этой Щербинки. Там есть круг, по которому гоняли когда-то сапсаны, по которым гоняли ласточки, по которым гоняли там те электрички, которые сейчас бегают в Подмосковье, которые делают в Твери и так далее, и так далее, и так далее. То есть это то место, где все новое, что будет появляться в технологии, оно будет испытываться, сертифицироваться. Что-то будет проходить в Беларуси, что-то достроится, скажем так, наш инновационный центр в Умных Арабских Эмиратах. Поэтому поймите правильно, есть центры, в которых, назовем их, если просто мы раньше говорили, испытательный полигон, испытательный участок. Сейчас это все гораздо шире. Большая площадь, помимо того, что испытываются транспортные средства, там еще и демонстрируется, как транспорт уживается с окружающей живой средой. Там у нас сады, там у нас, скажем так, чистое озеро и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в Минске стройка еще не закончена. И единственное, наверное, добавлю еще от себя, я думаю, что я недалек от истины, поймите правильно, вот те инвестиции, которые мы сегодня с вами привлекаем посредством компании Skyway Capital, благодаря тем пакетам, которые есть, они у нас идут в проект, который запускался в 2014 году. Это реализация экотехнопарка, это, скажем так, сертификация транспортных средств, это то, что находится в Республике Белоруссия. Токены уже конкретно, вы заметили, у нас привязаны к реализации проекта в Удивенных Арабских Эмиратах. По сути дела, это образец, наверное, того самого адресного проекта, о котором мы когда-то говорили. Помните, говорилось, что будет там? Там создан адресный проект, там создан адресный проект, у вас будет возможность, помимо того, что вы владеете пакетами медалей самой технологии, получать дивиденды отсюда. И плюс ко всему, если вы еще отдельно вложитесь в адресный проект, вы еще оттуда сможете получать. Вот проект в Удивенных Арабских Эмиратах, связанный с токенами, например, которые запускаются, это, можно сказать, один из примеров того самого адресного проекта. Вы и так будете получать доход, скажем так, с той прибыли, которая будет приходить в компанию из Удивенных Арабских Эмиратов. Если вы еще приобретете какое-то количество токенов, которые будут привязаны к конкретному проекту, вы еще будете иметь возможность получать доход и на эти токены. Соответственно, это еще один инструмент инвестирования. Вот так к нему относитесь, как к тому, что говорилось когда-то. Вы знаете, пока новых видео со строительства в Дубае нет, только появляется информация от некерпеливых наших инвесторов, которые покупают билеты, едут в Эмираты, приходят на стройплощадку и рассказывают, как здесь все круто и как красиво. Такие видео можно поискать непосредственно в клиентских чатах, задавайте вопросы. Я знаю, голландцы приезжали, потом из Прибалтики люди, из Балтии точнее, потом с Уральского региона. Я видел эти видео, но это не видеокомпания. Я думаю, что всему свое время появится видео с участков на территории Эмиратов. Как когда-то было в технопарке. Вспомните, пожалуйста, вспомните три года назад, когда сидели и прилипали с утра к этому экрану монитора и ждали. Но когда же новое видео появится из Белоруссии, да, с Мариной Горки? Поставили три промежуточные опоры, прыгаем до потолка, сидим, ждем, когда поставили четвертую. И так далее. Всему свое время все развивается. Ничего одновременно не происходит. Хоть и говорят в целом ряде литературы, да, что время такая относительно величина, все происходит на этой планете здесь и сейчас. Это тема для денег. Обучение и так далее, и так далее. Те, кому это интересно. Итак, друзья, у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Следующая встреча, следующий понедельник. Слите за расписанием наших вебинаров. В среду, по-моему, в эту, если не ошибаюсь, не будет вебинара Суходоева. Но 24 числа, я так предполагаю, будет вебинар Владимира Маслова вечером. Поэтому используйте данную информацию, приглашайте людей. Я на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok